Вот у бабушки был шланг абсолютно нормальный, то есть шланг нового образца, гибкая металлическая подводка, газовая плитая на каком-то основании. Этот новый шланг обошелся Зинаиде Демидовой в 2800 рублей. Сделка официальная на руках у пенсионерки чек. Вот только на самом деле эти работы стоят в три раза дешевле. Вот этот шланг, мы же шланг сняли и все, больше ничего. А нужно его снимать или нет, я же не знаю. Ну там вот, наверное, чуть-чуть этот кран, все, больше ничего не делали. Ее соседке повезло меньше. За замену шланга и крана она заплатила 3000. По словам женщин, в рабочем форме и с удостоверениями невозможно было отказать. Настолько они убедительно рассказывали о возможных негативных последствиях якобы аварийного оборудования. А зачем вы идете? У нас профилактика была. И скоро опять будет профилактика. А он и говорит, а я проверяю не профилактику, я проверяю шланги, как подведен газ у вас. Жаловаться в полицию не имеет смысла. Псевдосотрудники горгаза зачастую имеют разрешение на работу с этим оборудованием. Но обычно это приезжие фирмы, которые наживаются на пенсионерах и уезжают на гастроли в другие регионы. Ведь никаких договоров с жителями у них нет. Данный вид работ имеет смысл проведения только при наличии договора действующего на техническое обслуживание как внутриквартирного домового оборудования, так и внутридомового газового оборудования. И в рамках этого действующего договора они не имеют права выполнять данные работы. Часто работники этих фирм навязывают жителям сигнализаторы утечки газа, говоря, что по новому закону за их отсутствие буду штрафовать. И это уже откровенная ложь. Отсутствует законодательная база для обязательной установки данного оборудования. То есть сигнализаторы загазованности устанавливаются только по желанию непосредственно абонента. Отличить газовиков от фиристов несложно. Они должны быть одеты в форму с логотипом компании, при себе иметь удостоверение установленного образца, а после услуги выдать заказчику акт выполненных работ. Объявления о плановых проверках заранее вывешиваются на подъезды. Те, у кого есть договор с «Газпром» газораспределением «Вадимир», могут вызвать работников на дом. Ну а чтобы не попасться на уже газовиков, лучше уточнять о приходе специалиста по телефону компании. Он есть в каждой квитанции. Екатерина Зинурова, Олег Афанасьев, Андрей Беляков. Губерния 33.